После того, как мы рассмотрели новое физическое явление, которое мы назвали наземные грозовые превышения, то есть потоки частиц из грозовых облаков, электроны, гомокронты и нейтроны, мы рассмотрим связь этого явления с возникновением молнии. Физика молний и связь молний с электрическим, это идет к Бенджамину Франклину, который, как считается, первый установил, что молнии связаны с электрическими явлениями и переносят электрический заряд. Это было, по-моему, 250 лет назад, но до сих пор физическая модель, возникновенная в молнии, полностью не создана. Нам очень много есть проблем, особенно на первой стадии развития молнии. Как я покажу в сегодняшней лекции, вот эти потоки частиц и молниевые явления связаны между собой, и поэтому мы поставили задачу подойти к изучению молнии с точки зрения и регистрации потоков частиц. Эти явления связаны друг с другом, оба связаны с электрификацией облаков, с наличием электрического поля в облаках, поэтому, если мы сможем новое знание, новое измерение электрических потоков частиц в облаках связать с возникновением молнии, это даст нам абсолютно новое знание о физике молнии. Здесь я показываю, значит, кроме того, как это очень интересное и важное физическое явление с точки зрения возникновения жизни, климата и прочих вещей, также молния является опасным явлением. Самая большая катастрофа из-за молнии была в 1769 году, когда в Италии молния ударила крышу церкви, кстати, на протяжении средних веков пожары церквей от молнии были повседневным явлением. Но там хранили, плюс к тому же, порох, и поэтому от взрыва половина города исчезла, и 3000 людей погибло. После этого британский парламент принял акт о том, как надо хранить порох. Сейчас самые катастрофические явления, связанные с молнией, в основном это для игры в гольф. Вы видите, здесь горфист со своей тележкой, и в Америке в год бывает больше 50 от молнии и жертв, и большинство из них происходит на площадках от гольфа, а так как в гольф играют богатые люди в основном, поэтому развитие, значит, механизмом тогда хранения от молнии, и каким образом диагностировать, будет ли это молния опасна или нет, и разные приборы в Америке сильно разные. Значит, сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Молнии на эрогации, и какие мы используем приборы для того, чтобы их детектировать. Распределение, опять-таки, будем рассмотрим распределение заряда в облаке, и роль этого распределения виницирование молний и потоков частиц. Мы рассмотрим особый случай, когда молнии прерывают резко потоки частиц от облаков. Когда оба явления явно и сильно влияют друг на друга, мы можем понять больше об обоих. Поэтому такого типа явления мы отдельно будем изучать. И очень важно, что мы должны перейти с секундных временных рядов на миллисекундную регистрацию, потому что молния – это кратко процесс, который идет, и который надо изучать на миллисекундах, иногда даже на микросекундах. И я покажу, как можно, значит, проводить физические выводы, исходя из наблюдения молний и потоков частиц. Здесь мы видим, как проходят голубые. Это лидер молний, который идет с облаков. Вы видите красный – это положительные стримеры, которые поднимаются от земли, и когда отрицательные стримеры подходят. Это отрицательная молния, которая, значит, приносит отрицательный заряд на землю. И когда соединяется положительный отрицательный стример, все электричество, которое на многих кубических километрах молнии собрано, отрицательно оно заземляется. Сейчас в связи с развитием быстрой фотосъемки можно регистрировать даже такие фазы развития молнии, которые до сих пор были неизвестны. Вот здесь эта группа, которая раньше работала в New Mexico с баллонами, и они регистрировали электрические облака при помощи баллонных экспериментов. Они сейчас делают фотосъемки, по-моему, во Флориде они сейчас работают. И здесь они выделяют первоначальную стадию молнии, и после которой вот здесь идет лидер, и потом все это заканчивается сильным обратным ударом молнии. То есть в молнии различают три стадии. Это первоначальная стадия, которая до сих пор очень плохо изучена, потом движение отрицательного лидера, и когда лидеры и положительные стримеры соединяются, вот это называется обратным ударом, ударом молнии, когда все электричество спускается на Землю. Это я говорю об отрицательной молнии, которая из облака ударяет на Землю. Сейчас я хочу показать небольшой крик, в котором очень редкие положительные молнии, опять-таки при помощи быстрых фотографий и запечатлений. Вы видите, молния идет не сверху вниз, а идет снизу вверх. То есть иногда отрицательные молнии, которые приносят слишком много отрицательного электричества на Землю, потом возникают положительные молнии. Это здесь мачты. Электричество поднимается наверх по этой мачте, и находя положительные заряды в облаках, электроны начинают двигаться сотни метров до тех пор, пока они соединяются с положительным зарядом, и наоборот. Электрический отрицательный заряд, он выделяется в облаках. То есть еще 10 лет назад не было известно. Было известно, что есть положительные молнии, но что электроны способны подниматься с поверхности наверх. Никто этого не видел, и эта модель не была известна. Так что это физика, молнии только начинают понимать, потому что появились устройства, которые достаточно подробно могут регистрировать это реакция. Теперь, почему на аррагации? Аррагация – очень подходящее и удобное место для исследования и молниевой активности, и потоков частиц. Здесь, на этом рисунке, показаны голубым, это температура, которая на аррагациях. Черное – это электрическое поле. Как вы видите, весной и летом очень большие у нас приземное электростатическое поле достигает больших и отрицательных положительных значений, а наверху – это расстояние от столбцей до молнии. Мы видим очень много близких молок. Ну, конечно, когда электростатическое поле которое отбуждается, у нас всегда есть молниевые разряды, они друг другу сопутствуют. Я здесь хочу показать, что в течение года у нас бывает очень много дней с молниями, и с 2011 года мы это все регистрируем, то есть в нашей базе данных есть очень много событий совместных, когда есть и молниевая активность, и есть потоки частиц, которые мы регистрируем. Теперь как мы регистрируем и какими припорами мы изучаем молниевую активность. Это очень простой прибор, который давно используется в атмосферной физике для регистрации электростатического поля, и он носит название «электрическая мельница». Здесь есть электроды заземленные и есть вращающаяся крыльчатка, которая 20 раз в секунду открывает электрод в открытое небо и закрывает. Когда закрывает, ток стекает, и по стекущему току индуцированный заряд на этой пластинке определяется, и определяется таким образом напряженность поля. Обычно так установим прибор, что какой заряд наверху он видит, такую положительную и аппетитативную полю он регистрирует. У нас сейчас есть 5 таких устройств, 3 расположены на рогации, 1 в нурамверте и 1 в элеване. Когда мы это все устанавливали, мы даже не думали, что можно использовать это как сеть, так как электрические поля и облака, их влияние на электростатическое поле, околоземное, распространяется на десятки километров, то мы с удивлением обнаружили случай, когда все три устройства регистрируют одну и ту же молнию. Ну, конечно, с разной амплитудой. Здесь 12 километров, отсюда 40 километров. То есть вот эта сеть из 5 детекторов, она может работать совместно, и по относительной величине, или по направлению электростатического поля, можно делать какие-то выводы о том, какого типа молнии реализовались. Об этом я буду говорить. Есть ли у нас в разработке вот система Ридарра, которая по изменению поляризации посылаемого сигнала может судить об электрическом поле прямо в облаке? Конечно, желательно не электростатическое поле на Земле, а поле, которое в облаках, чтобы посмотреть распространение и распределение не только зарядов, а и зарядов электрических полей. Но это у нас в разработке только. Надеемся в этом году начать эксперименты с этой системы. А пока можно альтернативные источники, альтернативные приборы, которые регистрируют электростатическое поле, используясь даже волосы людей, которые там находятся. Вы, наверное, знаете, кто это. Верзоразмик, наш сотрудник. И видите, какое электрическое поле, так как волосы стоят дыром. То есть я тебе еще раз хочу проинвестировать, что электрический поле на аморозации очень сильный. И мы буквально чувствуем это поле, когда находимся в грозовом области. Это метров сто, наверное, на аморозной станции. И, в общем-то, электрическое поле заметно всегда. Есть у нас еще детектор, значит, молнии, который показывает разные типы молнии на большом расстоянии. Но, к сожалению, плохо работает в радиусе 50 километров. Он больше показывает, что вот все грозовые облака у нас идут за стороны Турции, которые уничтожают урожай абрикосов и винограда в Армении. В 2004 году мы установили также антенну и диджектайзер, который, сколько там было, около, сейчас полтой, значит, 25 миллионов выбора. С полотёра опускания 25 миллионов, значит, в секунду. И помада может измерять эти быстрые формы электрического поля, то есть высокочастотную составляющую, которая измечает молния, в течение полсекунды. То есть 100 секунд мы обычно берём до того, как молния, как триггер пришёл, и 400 миллисекунд после того. Вот триггер тоже настраивается так, чтобы более или менее значимый разряд, значимую амплитуду радиосигнала от разряда в атмосфере, он регистрирует. Это тоже помогает нам. Здесь вот мы видим вот эти быстрые формы. Я уже говорил, что у нас триггер стадии. Это предварительный разряд. Предварительный разряд или стадия инициации молний. Потом идёт иногда продвижение лидера быстрого к Земле, а потом вот большой уже разряд на Землю, когда в стремере соединились, и у нас установилась связь между облаком и Землей. Вот эти стадии здесь показаны для трёх молний. Вот когда у нас большая длительность больше 100 микросекунд или больше даже до 20 микросекунд длительность вот этого обратного удара, самого удара молнии, мы можем сказать, что молния действительно удалила на Землю. То есть этот прибор нам даёт возможность исследовать, как продвигается лидер. Там есть особого типа, значит, курс трейны, это цуги импульсов. И это даёт нам независимую характеристику всего периода молниевого разряда. Кроме того, мы фотографируем. Здесь видны одни и те же молнии, которые панорамной камерой сняты, и обычной камерой. Эта камера имеет обзор. И иногда, видите, здесь эта молния угоряет на Землю. То есть это из облака на Землю ударяет. Это вроде не ударяет на Землю. Эта облака идёт между центрами положительного и отрицательного заряда в самом облаке. Такие фотографии мы можем иметь сейчас такой 30 герц, то есть 30 раз в секунду мы фотографируем. Вот такого типа бывают от мудрих изображения, в основном фиолетового цвета, которые мы анализируем. Кроме того, мы используем временные метки от всемирной сети, которая тоже регистрирует молнии. Если антенна наша использовалась для коротких волн, и ультракоротких волн, здесь используются длинные и светлые волны. Расположено 50 таких амбер по всему земному шару. И эти антенны все регистрируют большие волны. Длинные молнии – это огромный разряд. Если мы посмотрим 2 километра длинной молнии, то сопоставимая длина волны тоже возникает, и она вокруг Земли несколько раз обходит. И если мы в 50 местах имеем антенны, то по близости молнии, если будет хотя бы 6-7 антенны, они имеют специальный алгоритм, по которому восстанавливают место молнии с точностью 10 километров и с микросекундной точностью восстанавливают время молнии, когда она произошла. Каждую минуту они дают вот такую карту. Эта карта показывает молниевую активность по всему земному шару. Ну, красные, зеленые и желтые точки – это показывает время, когда была молния. Зеленые, по-моему, это самые в течение 10 минут, которые были, а больше позже. Эти данные все, они заносят свою базу данных. Эта база данных становится доступной через несколько дней после прохождения, после молнии. И мы используем эти данные, чтобы сверять данные наших приборов с этими. Так, вот здесь пример я показываю. Вот 28 августа 15-го года был штормовый день на эрогации. И мы очень подробно публиковали измерения, которые проводились в этот день. Вы видите здесь множество положительных молний. Положительные молнии, когда идет резкое изменение, уменьшение электростатического поля, а потом постепенное восстанавливание. И они идут подряд. Это тоже интересное явление, потому что такого типа молнии, они должны быть очень редкие. То есть, где-то 5-6% от общего числа молний, положительные молнии составляют по литературным данным. Но у нас, например, в один час было около 100 таких молний. Здесь растаяние до молнии, это электростатическое поле красное, а здесь частицы, которые, по-моему, секундные временные ряды частиц, которые зарегистрированы нашими детекторами. Это вот увеличенная партина тех же молний. Вы видите, у нас три детектора молнии, именно электростатического поля на орогации. Но они приблизительно одно и то же показывают, а один из детекторов показывает больше, но эти вещи можно учесть, если у нас есть какая-то разница в калибровке. Сейчас я показываю, значит, как положительное молнию. Еще раз, как положительное молнию я удаляю. Значит, здесь вы видите, у нас есть основной отрицательный слой заряженный, на разу положительный. Пока дует ветер всегда, то у нас иногда оказывается, что эта положительная часть, верхняя заряженная слоя, она оказывается над поверхностью, и когда она оказывается над поверхностью, возникает молния, которая бьет прямо с положительного на землю. Здесь индуцируется отрицательный заряд на землю. Но обычная молния вот здесь подказана. Обычная молния с этого отрицательного слоя прямо бьет на землю, где индуцируется положительный заряд. Это обыкновенная молния, а это положительный. То же самое на следующем рисунке. Мы видим, что иногда положительный заряд наверху, интуцидент отрицательный здесь, и отсюда поднимаются электроны, и стример отсюда навстречу идет, и разникает много молнии. Почему у нас так много молнии? Потому что, может быть, у нас очень много мачт в адресности станции, и обычно молния угоряет с самого острого места, самого высокого и острого места, которое есть. На многом молнии очень в небоскребах фотографируют и прочих высотных структур, на которых есть железные острые мачты. Здесь мы привели характеристики положительных молний. Значит, электрическое поле из-за изменения, резкого изменения, меряется на 30-40 кВт на метр. До того, как начинается молния, обычно 8-15 кВт на метр бывает электростатическое поле. Значит, после того, как в течение где-то 100-200-300 миллисекунд треска падает до минимум, потом восстанавливается за 21-31 секунду. И расстание там молнии у нас бывает 3-8 км, как раз в этой окружности, эти большие мачты, на высокие мачты и расположены. На них нет электроэлектрических линий. Это была линия, которая должна была идти в Апоран. Еще 40 лет назад ее забросили, так эти мачты и расстались. И, может быть, благодаря эти мачты, у нас такая хорошая активность молниевая, и мы имеем ей потоки частиц. А как это создает какой-то фон для этих явлений. Ну, конечно, у нас есть и положительные, и отрицательные молнии. Отрицательная молния – это резкое повышение электростатического поля, потом последовательное понижение. Отрицательная, и вот этот период повышения, он длится немножко больше, чем положительных. Положительные молнии вообще всегда сильнее. И самые опасные молнии – это положительные, которые могут, как говорят, с голубого неба. Так как они пьют не прямо под облаком, иногда над головой никаких облаков нету, а получается заряд, который люди абсолютно не ожидают, и есть много жертв от этого. Вот здесь это тоже, вот эта картинка здесь увеличена, и мы видим, что эти молнии, они далекие молнии, они дали также триггер микроскопа нашего прибора. Теперь я хочу напомнить структуру электрического поля в облаке. Это основном мы принимаем триггольную структуру, то есть основные положительные и отрицательные слои, в середине и наверху облако, и небольшое положительное заряженное слое в самом низу облака. Ну, конечно, это очень грубая картина, но она дает некое представление тоже о том, как распределяются поля. Эту картинку я неоднократно показывал, но для того, чтобы связать электрические явления, молниевые явления и потоки частиц, она опять нужна. Здесь суперпозиция трех слоев электростатических полей, которые индуцируют. Три слоя, которые находятся над землей, самый верхний положительный, это красная линия, он находится высоко, поэтому не очень большое поле. В середине находится, значит, отрицательное поле, вот его индуцированное электростатическое поле. И вот это маленький слоев, который в самом низу, хотя он самый близкий, но он маленький, поэтому у него такое небольшое протяжение пространства. А черное – это, значит, суперпозиция, результирующее поле, которое мы измеряем. Ну, я уже показывал неоднократно, что картины изменения электростатического поля, которые мы измеряем во времени, они похожи на эту картину. Схожесть возникает, потому что ветер, значит, несет это облако над нашими детекторами, и это расстояние преобразуется во время, когда мы измеряем временные яды вот этого электростатического поля. Теперь, вот сейчас я перехожу к связи уже с исследованием молнии. Значит, как связана молния вот с возникновением вот этого нижнего положительно заряженного слоя? Вот здесь вы видите, что у нас идет развитие молнии. Четыре рисунка. И когда у нас, значит, этот слой большой довольно, этот слой, он переходящий, он долго не длится. То есть внизу, когда возникает этот слой, в основном мы считаем, что он возникает на капельках дождя, которые в облаке, на капельках воды, и если дождь проходит, это поле исчезает. Ну, может, и по другим причинам она может исчезать, длится несколько минут, недолго. И когда, значит, хочет этот лидер пройти через этот слой, этот слой его не пускают, он и заканчивается здесь. Внутри слоя здесь молния, то есть отрицательные и положительные частицы, они генируют, или идет параллельно. То есть молния, которая, в принципе, должна ударить на Землю, она из-за этого слоя идет параллельно, и превращается в молнию, в внутриоблачную молнию, которая может горизонтально проходить десятки километров, что на Гарарарской долине мы неоднократно наблюдаем. Если по мере того, как этот слой унишается в размере, уже возможны такие варианты, когда молния находит место, где очень тонкий этот слой, и все-таки пробивает. Если этот слой очень тонкий, она сразу пробивает, но это разные стадии, насколько они тонкие. То есть вот такая картина, значит, в зависимости типа молний от того, насколько нижний положительно заряженный слой большой или маленький. Но то же самое можно сказать и о потоке частиц. Если этот слой максимально развит, большой, там заряд большой, он иницирует внутри облака большие электрические опоры, и значит, у нас должна быть большой поток частиц. Поэтому, когда у нас большой поток частиц, который мы измеряем, естественно, мы не можем измерить величину этого поля, что в облаке находится. Но мы измеряем ускоренные частицы. По тому, насколько частицы, когда это находится, на стадии увеличения потока частиц, на стадии максимума потока частиц, или когда поток частиц уменьшается, мы можем говорить о том, как себя ведет вот этот слой. И в связи с этим мы можем установить связи между молнией и потоком частиц, и вот этим слоем, который играет очень важную роль в возникновении потока частиц и молнии. Вот здесь вы видите те события, которые мы выбираем. То есть, вот, черное, это околоземное электрическое поле. Вот эти две молнии, видите, резко повышается, это отрицательные молнии, клад, с которыми бьют на землю. Потом постепенно, за несколько секунд, эта молния, электрическое поле, возвращается к прежнему значению. То же самое здесь. Резко возрастает, потом возвращается к прежнему значению. И здесь, значит, типы молнии. Красное, это вот потоки частиц, которые каким-то детектором у нас регистрировались. То есть, вы видите, что отсюда идет, ну, раньше он тоже был, резкое уменьшение, видите, но поток частиц, и за молнии он резко уменьшился, потом начал возрастать, возрастать, а здесь, опять-таки, молния ударила, и он не плавно закончился, а резко закончился. То есть, у нас 2 июня было два таких события. Ну, здесь, соответственно, минутные фотографии молниевой активности, которая была вот в это время, соответственно, для каждой минуты. Это было отрицательное поле, и оно, отрицательное молния, а как у нас увеличение электростатического поля, для отрицательной молнии у нас множество вот таких событий вырегистрировали. Здесь я показываю очень редкое событие положительной молнии, которая, когда уменьшается электростатическое поле, это растание до молнии, это поток частиц, и мы видим, что никакого уменьшения здесь нет. То есть, положительные молнии никогда не могут остановить поток частиц, в отличие от отрицательных, и это тоже уже какой-то результат. Так, здесь более подробная, значит, секундная разбивка временного интервала. Здесь показано, как, значит, после возникновения молнии проходит уменьшение числа частиц, скорости счета. А здесь что еще? Интересно, что мы исследуем гипотезу, могут ли широкие атмосферные гребни инвестируют молнии. Вот здесь у нас нарисован макет, в котором у нас 16 стрицилляторов находятся, и которые в течение 400 нанасекунд, они, если все они что-то регистрируются, все снимается. То есть, если у нас есть шаловский триггер, который выделяет частицы первичные, ну, больше 50, значит, ТЭФ, где-то 10-13, 10-14 в степени электроуголь. И видим, когда эти частицы приходят, и цель была такая, что показать корреляцию, значит, потока частиц, регистрации шала и долги. Ну, как видите, здесь нам не удалось это установить, мы поэтому считаем, что низкоэнергетические широкие атмосферные ливни не могут иницировать молнию, то есть они не создают путь для обиденных. Во-первых, и потом мы нуждались в том, чтобы с более хорошей временной точностью, чем 1 секундная, измерять все эти явления. Это второе событие. На прошлом мы видели, что волния, значит, прекращает, прерывает поток частиц, частиц, где-то в начале и в конце. Здесь мы видим на самом максимуме. Вот это поток частиц, черная, это секундный, даже данный. Поток частиц, он на самом максимуме резко прерывается. Буквально 5-6 раз поток частиц прерывается, одновременно с молнией. Красная здесь, это молния, которая в течение 100 миллисекунд повышается до максимума, а потом в течение нескольких десятков секунд. Она прекращается. Зеленые, это опять, вот здесь были широкие атмосферные дымы, но они не совпадали со временем. Здесь мы собрали, значит, много такого типа событий. У нас был день, когда 3 раза молния прерывало. В течение 10 лет, порядка 12 событий у нас обед было. Мы проанализировали эти события. Что у них общего? Значит, время повышения электростатического поля было 242 миллисекунды. Мы установили, что только молнии типа, отрицательные молнии, которые бьют с облака на землю, могут прерывать, значит, эти потоки частиц. И что интересно, что любого типа у нас на любой фазе могли прерываться. И в начале, и на максимуме, и в конце. То есть у нас была одинаковая пропорция такого типа событий. Ну, здесь у нас за сколько останавливалось поле, какой был процент понижения, значит, потока частиц. И очень большие были события, потому что было 60 кВт на метр, разность потенциалов между до и после ударом молнии. В расставании тоже близкие молнии были типа около 5 км. Теперь, как мы можем, значит, определить, какого типа была молния. Если у нас, значит, два заряда, два заряженных слоя, то в зависимости от того, насколько у нас точка наблюдения от этих заряженных слоев находится, у нас может быть, значит, так называемое перевертывание электростатического поля. Здесь вы видите направление от электростатического поля. И если мы, так как у нас ближняя, будет парк другому закону меняться, чем верхняя, так как она на разной высоте находится, то суперпозиция из них может изменить знак зависимости от расстояния от этой точки. Поэтому, если у нас два заряда, это значит, что молния угоряет между двумя этими, между двумя заряженными слоями, и у нас будет не молния, которая бьет на землю, а молния, которая проходит между, значит, между слоями заряженными, и это будет изменение электростатического поля. Направление может указывать на то, что эта молния является не пьющей на землю, а является межоблачной, внутриоблачной. Вот для тех молний, которые у нас бьют, которые у нас останавливают поток частиц, мы всегда имеем одинаковое направление. То есть реверсал, поворот направления поля суммарного не происходит. Как вы видите, здесь у нас показаны три, значит, данные трех датчиков поля от Арагатса, Нурамберта и Еревана, и они все находятся в одном направлении. Ереван здесь не показан, потому что это было, наверное, далеко, но Нурамберт и Арагатс имеют одинаковое направление поля. Если у нас меняется направление поля, вот видите, эта молния, она не доходит до земли. Это типичная внутриоблачная молния, и здесь мы видим, что меняется направление поля. Здесь во всех трех, наверное, очень большая молния, все три, Ереван и Арагатс и Нурамбет, зарегистрировали эту молнию. Если на Арагатс мы имеем отрицательную молнию, то здесь она положительная. То есть мы имеем переворот электростатического поля и такого типа молнии, они внутриоблачные. То же самое здесь. Здесь у нас Нурамберт самый, вот была Нурамберта, молния была. Значит, Ереван показывает противоположную картину. То есть Ереван электростатическое поле уменьшается. Теперь давайте посмотрим, что у нас получается, какие мы можем сделать выводы из того, что мы измерили. Во-первых, мы подтверждаем, что трибольную конфигурацию поля, которое создает наши потоки частиц. Вандерштонберамбернг подтверждаем, что большую роль в ускорении частиц имеет возникновение нижнего заряженного слоя, который общее электрическое поле преобразует таким образом, что электроны ускаляются вниз. Значит, это наш поток частиц достигает максимума, естественно, когда максимально электрическое поле. И мы думаем, что максимум электрического поля достигается тогда, когда вот этот слой внизу, он наиболее развит, там большой заряд и вот, как они говорят, толстый. Когда, значит, когда вот этот слой достаточно развит, эти молнии, которые идут на землю, не могут его пробить и они превращаются в горизонтальные. Поэтому мы ожидаем, что, значит, молния, которая вьет на землю, может остановить, убить поток частиц только в начале или в конце, или в конце, когда в конце развития потока частиц, они на максимуме. Но мы в противоречии к тому, что мы ожидаем, мы видим, что всегда у нас, ну не всегда, из того набора 15 событий, когда молния останавливает поток частиц, у нас одинаковая пропорция и в начале, и в конце, и в середине. То есть молния может пробивать и тогда, когда у нас, значит, максимальный этот нижний слой. В противоречии с тем, что другие авторы ожидают, что тогда у нас невозможно пробитие этого слоя. Отсюда можно сделать некоторые выводы. Что во-первых, можно предположить, что этот слой неравномерен. То есть в том месте, где мы стоим, у нас максимальное развитие, но где-нибудь в другом месте, рядом, где-то километр, два, три километра, там у нас уже этот слой уменьшается, он неоднороден, и там пробивает молния. То есть независимо от того, что у нас максимум потока, и независимо от того, что следовательно у нас максимальная толщина этого слоя, где-то в другом месте придет пробой, и поэтому мы не должны логически связывать эти два авторы. И вторая возможность, более интересная, это то, что мы можем предположить, что случайно ударил очень большой атмосферный ревень в облако, который столько ионизаций произвел, что у нас произошел пробой, и Питер смог по следам этого широкого атмосферного ревня пройти и соединить потенциал, соединить заряды земли и облака и прошел пробой. Эта теория называется РГИАС-теория, которую Гуревич еще в 99-м году предложил. И было бы интересно конечно провести эту теорию. Эту теорию мы сможем проверить если мы рассмотрим значит регистрацию всех этих явлений о которых я говорил с не секундной точностью которая у нас была возможна, то есть у нас были секундные временные ряды которые длились время интеграции была 1 секунда как здесь нарисовано миллисекундные эта электроника была в прошлом году установлена и здесь первое событие которое было измерено с новой электроникой оно произошло в прошлом году 7 октября 2015 года вот эта схема новой электроники она основана на городе который называется МАЙ-Рио это лещан инструмент выпускает его и здесь имеется GPS который дает точное абсолютное время то есть когда приходит триггер у нас записывается время триггера с большой точностью одновременно записывается время электрического поля и время тех каналов наших детекторов которые подсоединены здесь есть восемь каналов аналоговых которым подсоединены детекторы частиц мы измеряем с очень высокой точностью временной и значит каналы которые регистрированы частицы превышение частиц если они есть гиологическое поле к нему подключены значит вот эти детекторы которые здесь видят это стенд один четыре канала в стопку расположены три канала односантиметровых на толщины с интеллятора литров сантиметров ну здесь показаны эти пятидесяти миллисекундные временные ряды и корреляции между каналами и одновременно подсоединяем другому такому устройству которое находится в зале макет подсоединены четыре канала стенд такой же установки стенд плюс еще четыре канала это стинцилляторы которые находятся под большим количеством свинца называем этот детектор мионный детектор видите здесь восемь каналов и электрические на макете тоже есть датчик электростатического поля он тоже подсоединен и вот мы зарегистрировали это событие видите здесь у нас идет резкое уменьшение счета задачей было определить когда происходит это резкое уменьшение счета так как молния длится мельче секунды надо было с миллисекундной точностью посмотреть когда у нас происходит это в отношении изменения электростатического поля или когда горят молнии ну сначала мы показываем что у нас мы можем точно определить это время по средней мы определяем до момента изменения изменения прекращения потока частиц и после и определяем это время с точностью до нескольких десятков миллисекунд в этих таблицах показаны эти данные и кроме того у нас есть интересный еще один момент в этом молния является очень сильным источником электромагнитного излучения и оно действует на электронику иногда даже в отсутствие какого-нибудь сигнала мы имеем вот такие большие пики в скорости счета то есть вот это так называемые ложные пики которые происходят из-за того что сигнал электромагнитное излучение действует на электронику и электроника выдает ложные сигналы но в данном случае это для нас было полезно потому что мы еще раз имели возможность определить когда эта молния ударила так как у нас эти детекторы подключены к устройству МАРИО мы тоже с миллисекундной деточностью смогли узнать время когда произошел этот обратный удар здесь показаны вот эти быстрые формы и триггер после триггера когда произошли эти вещи то есть после триггера который выдает наш интегратор мы имеем 6 и 11 миллисекунд это тоже совпадает с временем удара молнии который мы под мионом определяем здесь вот это у нас уже общая картина этого события значит голубое это электростатическое поле здесь мы видим большую молнию увеличение электростатического поля и одновременно мы видим резкое уменьшение значит скорости резкое уменьшение потока частиц а молния сама она была на 180 миллисекунд раньше вот это время триггера и это время триггера совпадает и с быстрыми формами которые были через 10 миллисекунд и с тем временем угара молнии которыми определили по наводке мионов детектор это время оно характерно для процессов значит перераспределения заряда в облаке здесь мы видим гистограмму на которой показана разница времени которая регистрирует молнию по изменению резкого электростатического поля и по той мировой сети детектирования молнии о которой я вначале говорил и разница значит тоже порядка здесь сдвиг гистограммы порядка да порядка 200 185 миллисекунд то есть на однуле эта гистограмма сдвинута на 185 это означает что сначала этот мировая сеть регистрирует молнию по сверх длинным волнам и только потом через в среднем 185 200 миллисекунд происходит преобразование вот этого электрического поля которое выглядит как резкое увеличение электростатического поля то есть это подтверждает нашу гистограмму то есть какие выводы мы можем сделать из этого события что поток частиц произошел не тогда когда ударило прекращение потока не тогда когда ударило молнию а тогда когда через сотню миллисекунд когда произошло преобразование зарядов в молнии после того как электроны молния перенесла на землю там происходит преобразование и это длится порядка 100 миллисекунд и более это что особо такое мы можем сделать вывод еще раз что значит и молнии и потоки частиц они они образуются в одном и том же локальном участке молнии где происходит преобразование электрического поля и что не сама молния останавливает частицы а именно преобразование электрического поля в облаке ведет к тому что поток частицы останавливается это наверное не знаю интересный вывод надо еще несколько событий такого типа зарегистрировать чтобы побывать какие еще можно сделать выводы из этого из этого наблюдения но один вывод ясен что есть заряд есть удар молний который переносит положительное переносит отрицательное электричество на землю и увеличивает и изменяет полностью значит характер электростатия из характера электрических и распределения электрических зарядов в облаке и только после перераспределения происходит резкое превышение прекращение потока частиц значит оба эти явления связаны и именно наличие электростатического поля может прекратить поток частиц теперь вот такого типа у нас есть временной разрез у нас сначала происходит значит удар молнии мы можем это уже новое событие 4 марта 2016 года произошедшее здесь было и наблюдение значит по мировой сети и начало триггер от атмосферных разрядов и все это совпадает в пределах нескольких миллисекунд и только потом через 146 миллисекунд у нас начинается изменение значит поля которая длится 100 миллисекунд начинает поле уменьшаться здесь была положительная молния как вы видите поле начинает уменьшаться и достигает минимум еще на 100 миллисекунд вот в этой области мы должны помещать сейчас как происходит изменение потока частиц здесь происходит здесь происходит каким образом эти два времени на очень подробной временной шахаре мы должны эти все явления изучать вот в пределах этих 250 миллисекунд здесь я указал какие-то вопросы которые мы постараемся в этом давно исследовать я их не буду сейчас зачитывать эти все вопросы желательно конечно исследовать чем больше временной точность тем лучше ну и сейчас по временной шкале постепенно идем все точнее точнее когда мы изучали например модуляцию солнечных солнечную модуляцию галактических технических лучей нам достаточно было десятков минут временные ряды время интеграции которые процессы шли там процессы шли порядка часов поэтому уровень дискомпетации 10 минут был достаточен когда мы начали изучать вот эти потоки частиц от грозовых облаков сначала мы делали минутные временные ряды потом поняли что такого типа явления как внезапное прерывание мы должны секундными временными рядами делать это тоже мы провели и обнаружили вот такого типа явления если бы мы только минутными рядами делали мы вообще бы это победили так как это все бы интегрировалось и было бы палом но сейчас когда мы хотим совмещать и исследовать причинные связи молниевые явления не явления ускорения частиц нам нужны уже миллисекундные и микросекундные точности которые позволят причинно-следственные связи становиться между двумя этими интересными явлениями спасибо я закончил так